Поволжская регата, Кубок Высоцкого, Первенство и чемпионаты по парусному спорту разного уровня. Три десятка заревнований запланировано в этом году в акватории Куйбышевского водохранилища. Самара родоначальник парусного спорта, наверное, вообще на Волге. Здесь парусный спорт был еще в дореволюционные времена, больше ста лет. И спортсмены здесь и гонялись, и имели очень хороший уровень и обучение, хорошая школа, и, соответственно, сильные спортсмены, которые завоевывали медали на союзных регатах, на соревнованиях международного уровня. Основные достижения и перспективы развития парусного спорта обсудили в Самарском доме журналиста. Традиционно летом пройдет регата «Паруса дружбы», но в этом году соревнования впервые приобрели статус международных. Сейчас ведем переговоры с нашими ближайшими соседями, Белоруссой, Казахстан, Армения и прочие страны, где есть парусный спорт, которые к нам периодически приезжают. Вот, например, сейчас наши спортсмены участвуют в Минске в соревнованиях и как раз зовут их к нам. Из регионов на эту регату уже заявили желание, самый дальний – это Калининград. Они говорят, что с удовольствием к нам приедут, погоняться не были никогда на нашей акватории. Ну и наши ближайшие соседи тоже всегда к нам приезжают обязательно. Любое парусное соревнование – это очень зрелищное. Даже если это парусная гонка из 10-15 крейсерских яхт, то это тоже красиво. Большие паруса, большие спинакеры – все это идет. И мы в своей деятельности стараемся, чтобы большинство соревнований проводить в виду города, чтобы люди видели, что парусный спорт – это красиво, чтобы к нам приходили мальчики, девочки, большие спортсмены. В этом месяце ожидается майская регата, белый треугольник, кубок Сызранского Кремля, мемориал Гунишова. В июне – Усинская и Поволжская регаты, далее Кубок России в разных классах. В июле – первенство и чемпионат Самарской области, Кубок Высоцкого. В августе – паруса Самары, Кубок Кульбицкого, Кубок Самарской области – первенство и чемпионат ПФО, международные паруса дружбы. В сентябре пройдет первенство России в самом массовом классе в мире «Оптимист», который соберет 240 участников. Также осенью пройдут чемпионат России и открытый Кубок Содружества. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.